Мегалодон рассекал океаны, пугая и поедая все вокруг. Еще долгие годы после того, как метеорит стер динозавров с лица Земли. Мы знаем, что он был самым крупным и суровым хищником из когда-либо живших, а еще самой крупной акулой. Это был король всех морей, вольно плавающий по большей части мирового океана. Но затем, около двух с половиной миллионов лет назад, последний представитель этого вида навсегда исчез с лица Земли, оставив только огромные зубы, которые находят современные археологи. Поначалу ученые считали, что исчезновению Мегалодона способствовало массовое вымирание морских существ, которое происходило примерно в то же время. Они считали, что на расстоянии где-то в 150 световых лет от Земли взорвалась сверхновая, и космическая радиация достигла нашей планеты, изменив климат. Такое могло произойти. При взрыве звезда излучает столько энергии, что та распространяется на сотни и даже тысячи световых лет во всех направлениях. Если часть тепла достигла нашей планеты, Земля могла нагреться, а жизнь для многих видов животных, включая Мегалодона, стать невозможной. Но в 2019 году группа исследователей обнаружила одну странность. Ископаемые останки монструозных акул датировались более ранним периодом. Это могло означать, что они вымерли до взрыва сверхновой. Нужно было найти новое объяснение, и его источником неожиданно стала большая белая акула. На пике своей эволюционной карьеры Мегалодоны были сверххищниками, а значит, у них не было соперников среди других охотников океана. Их любимой добычей были киты и другие морские млекопитающие. Они даже могли охотиться на более мелких акул. Они были не только огромными, достигая больше 18 метров в длину и имея вес больше 50 тонн, но и обладали самым мощным в мире прикусом. Вступив в схватку с Мегалодоном, никто не мог выйти целым и невредимым. Важно! Большую часть того, что мы знаем о Мегалодонах, рассказали их зубы, поскольку они оказались единственными костными останками, сохранившимися после вымирания. Акулы в основном состоят из хрящей, костей в их скелете довольно мало. Хрящи делают их гибкими и подвижными, а еще позволяют раскрывать пасть на небывалую ширину. В какой-то момент у акул появились выступающие челюсти, чтобы им было легче захватывать добычу. Лучше всего это видно на примере акулы домового. Однако их зубы должны были быть крепче хрящей, что превратило акул в подобие зубной фабрики. У них множество рядов заостренных острых зубов, обычно направленных внутрь, наподобие крючков, которые довольно быстро изнашиваются. Когда зуб перестает быть нужен, он отпадает, уступая место новому. Акулу способны заменить все свои зубы 50 раз за жизнь. Обычно мегалодон описывают как «большую белую акулу», только огромного размера. Эта распространенная ошибка возникла из-за того, что считалось, будто они родственники. На самом деле, Мэг была больше похожа на современную тупорылую акулу. У нее была короткая морда, плоская нижняя челюсть и длинные крупные грудные плавники, которые поддерживали ее вес. Что еще важнее, предки белых акул жили одновременно с мегалодоном. Но к огромным размерам прилагается огромная неуклюжесть. Хоть Мэг и была большой и сильной, в ловкости она сильно уступала маленьким и быстрым белым акулам. Исследователи считают, что белые акулы соперничали с мегалодонами за еду и часто становились более успешными охотниками благодаря ловкости. Они не могли открыто противостоять Мэг, зато были достаточно быстрыми, чтобы умыкнуть добычу, на которую та нацелилась. Найдено не так много костей древнего хищника. Акулии-хрящи, основная часть ее скелета, не всегда превращаются в окаменелости. Останки мегалодона представлены в основном его зубами, найденными на каждом континенте, кроме Азии и Антарктики. География найденных зубов мегалодона дала ученым понять, что он странствовал по свету. С помощью останков ученые попробовали восстановить облик гигантского хищника, а также узнать больше о его образе жизни. Множество останков было найдено на холме Шарктуф, недалеко от города Бейкерсфилд, Калифорния. Это место привлекает публику возможностью самостоятельно вести раскопки, но обязательно в перчатках. Несмотря на возраст, зубы вполне острые, чтобы порезать кожу. Его зубы были не просто огромны. Мегалодону помогали охотиться 276 зубов, расположенных в пять рядов. Многие из найденных зубов сильно изношены, а некоторые даже сломаны о кости жертв. Несколько рядов зубов служили гарантией того, что они никогда не закончатся. Как только у акулы ломался зуб, другой заменял его в течение 48 часов. Только это позволяло хищнику постоянно охотиться и утолять свой неуемный голод. Другая наводящая на людей ужас акула – большая белая акула или акула-людоед, хотя теперь она кажется безобидной крошкой. Обитает у побережья практически всех океанов. Распространен миф о том, что акула-людоед – потомок мегалодонов. Сегодня доказано, что это не так. Мегалодоны обладали просто невероятным обонянием. Наверняка вам приходилось слышать, что акулы могут учуять в океане даже одну каплю крови. Это правда, хотя и немного преувеличенное. У акул действительно отличное обоняние. Они могут почувствовать кровь с расстояния почти в полкилометра. Поэтому прежде чем идти купаться, убедитесь, что у вас нет открытых ран или царапин. Это защитит не только вас, но и других людей, плавающих рядом. Когда мегалодон улавливает запах крови, он включает режим охоты. С этого момента акулу, вероятнее всего, уже ничто не остановит. А теперь взгляните на эту блестящую приманку для рыбы. Она сияет и вспыхивает разными цветами. Как и другие рыбы, мегалодон наверняка сразу обратил бы на нее внимание. Так что прежде чем зайти в воду, снимите все свои украшения. Иначе вы можете стать человеческой версией приманки. Представьте, что ныряете с аквалангом и наслаждаетесь видами красивого кораллового рифа. Вокруг плавают разноцветные рыбки. Вдруг все обитатели рифа куда-то уплывают или спешно прячутся. И через несколько секунд риф полностью пустеет. Это явный признак того, что где-то поблизости появился крупный хищник. А в водном мире понятие «крупный хищник» означает только одно – акула. Так что скорее убирайтесь оттуда. Есть отличный способ защититься от нападения мегалодона. Он весьма прост и очевиден, но его часто игнорируют. Совершенно верно. Это знак. Если вы идете на пляж и видите знак, на котором изображена акула, даже не думайте о том, чтобы пойти поплавать. Хищник уже там и просто ждет встречи с вами. Но давайте все же представим, что вы проигнорировали все предупреждения и решили пойти поплавать. Вдруг до вас доносятся крики людей с пляжа. Кто-то заметил гигантский плавник. Хищно торчащий из воды. Плавник движется в вашем направлении, и вам срочно нужно решить, что делать. Как защититься от атаки мегалодона? Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Да-да, понятно, что мы говорим о гигантской акуле. Но если вы начнете паниковать и совершать какие-то резкие движения, это только привлечет к вам внимание. Постарайтесь добраться до лодки или группы людей. Делайте это как можно спокойнее. Если вы плывете в одиночестве, попробуйте вообще не двигаться. Обычно акулы пытаются укусить человека. Если это обычная акула, то есть шанс, что она укусит не сильно. После этого она, скорее всего, оставит вас в покое. В целом, эти хищники даже не считают нас особо аппетитными. Но с мегалодоном все не так просто. Его челюсти настолько велики, что он просто может проглотить вас целиком. Так что сами видите, что оставаться на месте – не лучший вариант. Но если встретить мегалодона на мелководье, то шансы выжить весьма неплохие. Из-за огромных размеров в такой воде маневрировать ему весьма непросто. И если он промахнется с первого раза, ему придется делать второй заход точно так же, как пилоту самолета – заново идти на посадку. Это даст вам время, чтобы добраться до берега.